Привет, мой добрый зритель! Я благодарю тебя за вопросы, из которых будет состоять очередной кривой эфир. Я обещала, что в августе будет еще один кривой эфир. Выполняй свое обещание. Еще раз спасибо за вопросы. Вопрос от Ольги. Татьяна, почему вы не показываете свой рукодельный уголок? Так хотелось посмотреть, как вы все организуете. Каков он? Я не показываю свой рукодельный уголок, потому что у меня его нет. Я вижу, просто свернув ноги калачиком на диване. Особой организации у меня тоже нет. Все свои процессы я помещаю в корзиночку. Я очень люблю каждый новый процесс заряжать в корзиночку. И мои постоянные зрители это уже знают. Здесь пряжа. Вся пряжа, которая пойдет на этот процесс. Утрамбую, как угодно. Корзину побольше возьму. Но эти пряжи никак не лезет. Часть пусть там подождет. Потом все детали. Или это одно полотно, или несколько деталей. И на самом верху это то, что вяжется сейчас. То, что сейчас в работе. Такие корзинки очень эстетично где-то размещать. Они и на полу красиво стоят. Муха прилетела. Балкон открыт. Я сегодня веду кривой эфир не одна. Я с подружкой Мушкой веду прямой эфир. Так. Кривой. Какой прямой. Значит, вот и вся моя организация. Именно поэтому, наверное, я не люблю разводить очень много процессов. Потому что, как бы красиво корзиночки не смотрелись. Миллиард их ставить некуда, да и незачем. Я не люблю разводить долгострои. Потом пихать их в пакеты. Пакеты тоже куда-то примещать. Вот она корзиночка на глазах. Ну пусть одна, две, максимум три. Я именно поэтому в последнее время дарила подарки в корзинках. Чтобы мне было поменьше корзиночек. У меня теперь три корзинки осталось. И вот трех процессов мне достаточно. Каюсь, конечно, иногда развожу процессов больше. И какие-то там носочки могут просто лежать. Но тем не менее, лично мне вот это неуютно. И я стараюсь два, максимум три процесса. Два, наверное, самое оптимальное. Ниточка тонкая, ниточка толстенькая. Цвет светлый и цвет темный. Вот это вот то, когда процессы идут. Но бывает очень долгий процесс. Бывает, надоедает. И как-то иногда свои же собственные правила и нарушаешь. То же самое у меня с вышивкой. Я абсолютно не организую. У меня все в том мешочке, в котором вышивка есть. Схемка, ниточки, недовышивун и так далее. Я не представляю, вот оглядывая свою комнату, куда я могла поставить станок. Может, вместо того места, где у меня сушилка, да. И я даже рада, что я вышиваю не на станках. Кстати, на пятницах можно было немного места не занимать. Но я люблю вышивать на руках. И в своих роликах про вышивку я об этом говорила. Поэтому организация нет. Я вообще люблю все очень компактно. Вышивка это позволяет. И ножнички я туда положу. Как-то... Вот сейчас, когда Инстаграм, наверное, надо. Маячки, красивые какие-то фоны, еще что-то. Но у меня нет в этом необходимости, как... Чтобы вести процесс. А вот, чтобы это все красиво оформить для фотографий, да. Как-то появляется в этом необходимость. Ну вот, повезушки в корзиночке. Мне это очень нравится. Это мое. Не люблю, не очень приветствую пластмассовые корзиночки. Мне вот нравятся вот такие вот живые корзинки. И вот весь мой процесс. Там лежит пряжа, там лежат ножницы, там лежат спицы. Даже если мне понадобится две пары спиц, я так планирую. Значит, обе пары спиц я туда на одной положу. Или в сторонку. Если одна пара спиц, то одну. И будет это все лежать до тех пор, пока процесс не закончится. Туда же я пихаю упаковочки, этикеточки от пряжи. И когда все готово, я их выгребаю, выбрасываю. И заряжаю корзиночку новым процессом. Что касается рукодельного уголка моей мечты, идеального. Я как-то в одном из тегов говорила, что хочу горницу, светлицу в деревенском домике, чтобы была комната. Но это же, конечно, мечта-мечта. И там вот самотканные половички, ситцевые занавесочки. Вот такие корзиночки с клубочками. Полочки. Какое-то там все вот такое вот ручной работы. Но если уголок в городской квартире, я, наверное, вижу его так. Но уголочек, где две стены, по длине стена и покороче. Вот в самом, что и на есть уголке, там удобное кресло. Удобное кресло с красивым торшером. И этот торшер, чтобы какой-то был такой, знаете, многофункциональный, уютный, рассеянный цвет, чтобы был от него. Это когда надо просто посидеть, побалдеть в кресле. И такой вот цвет, я не понимаю, как это по-научному правильно сказать, но прям большой, хороший. Свет для рукоделия. Как-то вот, чтобы он кнопочками управлялся. Торшер, потому что торшер это все-таки уют, да? А для рукоделия нужен хороший цвет, причем локальный. И вот, чтобы торшер не такой был, хочешь так, хочешь так. По короткой стене, если мы говорим про уголок, а у меня уголок обязательно будет, я поставлю, ну, пенал, не пенал, этажерку, где в основном будут закрытые полочки. И только одна, ну, максимум две, одна открытая. Это для таких вот композиций, которые, ну, очень нужны, да? Сегодня под настроение хочется на пару-тройку неделю там выставить пряжу красивую, для того же, может быть, съемки роликов. Завтра убрать пряжу и поставить что-то другое на эту полочку. А все остальное, чтобы было закрыто, там пряжа от пыли и так далее. Ну, а на длинной стене хочется, есть, как это называется, наверняка у мебели это есть название, высотой, как трюмон, как стол, то есть невысокий. Высокий стеллаж мы помним у короткой стены. А это такое длинненькое, 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 очень узенькое. Ну, скажем так, растянутый комод, что ли. Я не знаю, как это объяснить, я это вижу. Там тоже очень большая плоскость для создания разных композиций. Это могут быть сезонные вышивки. Я очень обожаю это делать, да, там зима сменяется весной, осенью. Но не хочется вышивки. Очень много различных композиций из каких-то скульптурок можно создать. И меняя все это под настроение, можно делать красивые фотографии, можно просто отдыхать душой, глядя на все это. Как-то вот так я вижу свой рукодельный уголок. Ну, для мелочевки ящичек тоже можно, но я стараюсь мелочевку не плодить. Но без нее никак нельзя в рукодельнице. Все равно надо какие-то... Ну, это все будет в шкатулочках, в коробочках, в закрытых стеллажах. На вид я, может быть, выставлю несколько красивых коробочек, которые как-то композиционно сочетаются, но не больше. Очень много коробок наружу я не люблю. А так у меня сейчас мелкий инструмент, ниточки, иголочки, спандекс, спицы-крючки. Все хранится в единственном движном ящике. Мне этого более чем достаточно. Спицы взяла, зарядила в корзиночку, все связала и опять в ящичек положила. Поэтому рассказала, почему не показываю рукодельный уголок, и рассказала о своем рукодельном уголке мечты. На вопрос ответила. Оксана меня спрашивает, как часто хочется вязать летние топы и кофточки? Оксана, вот спросите меня еще, не знаю, несколько месяцев назад. Вообще бы ответила, что не хочется. Очень долгое время не дружила я с летним вообще. И до канала YouTube. У меня были неудачные попытки. Брала я хлопок, вязала. То ли руки у меня не те, то ли хлопок не тот. Я не знаю. Но чтобы так вот была вещь, которую нравится и носить, этого не было. И уже даже во времена YouTube я такая радостная, помню, к 8 марта купила себе пряжу жемчужиной, по-моему. Я ставлю ссылку на этот плейлист своей недоделки. Я ничего не убираю. Признаться в том, что ты что-то не довязала, ничего позорного. А может быть, те идеи, которые там есть, кому-то могут понравиться. Поэтому я этот плейлист оставила. Уж больно хвалили пряжу жемчужиной. Я против нее ничего не имею. Хлопок с вискоза. Но даже и с ним у меня неудача. Я вязала хорошую вещь, прям отличную вещь. Я сейчас с удовольствием носит подруга. И я показывала, как я ее вязала. Но последний ролик у меня был крайний ролик именно про жемчужину, эту желтую кофточку, что все, не довязывает там что-то там было. И я отдала подруге, она довязала и носит. Это просто, опять же, не мое. И вот примеряю, я понимаю, что это или распускать, или куда-то. Ну, вообще не мое. Но очень хорошо подошло подруге. И потом я вообще не связывалась с хлопком, пока Ирина Брандт не прислала мне. Ирочка, привет, если смотришь. Хлопок от Навита. Из него я связала... Не, не хотелось падать в грязь лицом. Из него я связала, ну, тоже а-ля Хевер, не до Хевер. С удовольствием, кстати, ношу. Может быть, меня стимулировало то, что этот процесс нужно закончить. Я не знаю, с чем это связано, но именно благодаря этому процессу я поняла, тоже оставлю ссылку на готовые изделия, что хлопок – это не так плохо. Я уверяла себя, я была уверена, что летние пряжи – это не мое. Я до сих пор зимнюю люблю немножко больше, чем летнюю, но познавать мир хлопка мне теперь интересно. И вот у меня несколько моточков лежит хлопок с вискозой, бру, хлопок с акрилом. Это мягкость неимоверная. Возможно, все-таки летние вещи, а из хлопка вяжутся, наверное, в основном летние вещи, он предполагает какой-то ажур, какие-то дырочки. Это в моем, во-первых, в случае, сознании. А я этого не хочу. Вот все, что связано с ажуром и так далее, на других буду смотреть и восхищаться. Но сама… нет. Хозе говорят, ажур бывает мало дырчатый, не просвечивает. Все понимаю. Ну вот если оно не мое, ну как мне с этим справиться? Возможно, пока просто не дозрела. Я ж не спорю. И рискнув, увидев девочку в ролике просто без всякого ажура связать вещь и с удовольствием вношу, я поняла, что я недооценивала хлопок. Мне очень сейчас хочется хлопок с акрилом попробовать. У меня зреет идея, просто, наверное, на обычной футболке. Потому что Ирина Бранд прислала, и вязалочки мне прислали, хлопок с акрилом сама я купила. У меня теперь есть из чего все это комбинировать и делать. Вот, может быть, простую футболку. Я вообще очень люблю простые вещи. Поэтому, как часто хочется вязать топы, еще недавно бы сказала, вообще не хочется летние вещи вязать. Часто, не часто, но я как раз вот сейчас, знаете, как растение. Сначала цветет, да, потом плодик и начинает зреть, зреть, зреть. Период цветения прошел. Я такой хороший зеленый плод в этом отношении, который зреет, наливается, краснеет. Мне кажется, у меня с каждым годом все будет больше и больше желаться вязать летних вещей. Не могу, ну, если мне раньше, не могу утверждать, но если раньше я совершенно об этом даже вот неудачная попытка, опять на несколько лет заброс, то сейчас у меня это вертится, у меня это крутится, мне это хочется освоить, потому что вот даже хлопок с акрилом, я еще не знаю, просто у меня пока чисто хлопок у вещей есть, по моточкам освоить никак, но хлопок с акрилом на ощупь это необыкновенная вещь. Необыкновенная. Может быть, даже лучше чистого хлопка. Возможно, я ошибаюсь, не знаю. Но вот все это постигать, берлетних вещей, летней пряжи, мне хочется. Пока все-таки на какую-то громульку зимнюю, но столько лет мы дружили, а сейчас я изменяю этой пряжи. Как-то она все-таки доминирует, но тем не менее хочется. Я постигаю мир летних вещей, это факт. Очень много вопросов мне прислала Тамарочка. Тамара. Ее канал на YouTube «Мой рукотворный мир» Тамара Воробьева. Я оставлю ссылку. Когда-то времена не запамятные, когда я только-только начинала свой путь на YouTube. Мы вместе начинали этот путь, мы вместе шли. Мне очень радостно, что вы меня смотрите, девочки, ибо я вышивки изменила. Не то, что изменила, у меня какой-то наполнивышевун. Кстати, вопросы по этой тематике тоже будут. И мне очень радостно, что мои те первые девчоночки смотрят, несмотря на то, что не болеют вязанием. Хотя Тамара, она может и вязать, и вышивать, и еще шить. Вот на кого мне надо равняться. Прекрасная, интеллигентнейшая рукодельница. Тамара, спасибо за вопрос. Я сейчас на все на них с удовольствием отвечу. Вопрос такой. Таня, вяжешь в тишине под музыку или? Тишину с некоторых пор не люблю. Я очень любила тишину. Но после некоторых событий в своей жизни тишина прям бр-бр-бр. Настучка такая. Сейчас, если еще дождь по подоконнику будет. Под музыку люблю. Но сейчас все больше и больше друзей на YouTube и хочется посмотреть ролики, и хочется прокомментировать ролики. Хотя бы лайкнуть, поставить... Сейчас вообще пропаду, да? Ну, главное, слышать меня. Видеть не обязательно. Поэтому сейчас все больше и больше я вяжу под ролики на YouTube. Это уже прям какой-то стал традицией. Как можно больше успеть посмотреть и как можно больше, ну, хотя бы, если не откомментировать, то лайкнуть. Под музыку вязать тоже обожаю. Очень обожаю это. Особенно, когда какой-то день был суетной, вот отдохнуть, да? И ролики просто не идут. Тогда под музыку. Но не в тишине. А вообще, когда раньше была дача, деревня, мне очень нравилось и вязать, и вышивать под звуки, вот натуральные звуки природы. Когда птички щебечут, да? Когда там где-то кто-то свирестит, кто-то стрекочет, там, я не знаю, даже вот эти звуки газонокосилок и так далее. Меня совершенно не раздражали. Вот она, жизнь идет, жизнь продолжается. Мне очень нравятся какие-то такие звуки. Я в беседке, когда все это сделаешь, польешь, пророхлишь, посадишь, как-то вот посидеть. Чуть-чуть, конечно, вышивалась, вязалась гораздо меньше. Но мне очень нравятся натуральные звуки природы. Даже тишина природная. В лесу в том же, да? У нас совершенно другая тишина. Вот под нее я люблю вязать, вышивать. А сейчас в основном, конечно, это ролики на YouTube. Ты легко начинаешь изделие, а расстаешься так же легко. Даешь ли ты вторую жизнь вещам? Используешь ли пряжу вторично? Или все на выброс? Нет. На выброс я даже не помню, когда это было. Я на легко начинаю изделие и расстаюсь с ним тоже легко. Но исключение составляет, может, крайне любимые мной вещички. Их не так много, но они есть. Даю ли вторую жизнь вещам? Даю. У меня вообще какой-то бзик в последнее время был. Я во многих первых роликах об этом говорила. Человек отходит, но, может быть, вещей стало просто больше. Я не знаю. Я обожала связать просто гладью берет или варежки и проносить одну зиму таким образом просто совершенно без... А потом украсить. Будь то бусина, будь то какая-то вязаная загогулина, будь то еще что-то. Я обожала что-то прилепить, что-то вышить, что-то еще там сделать с беретом или с варежками. И это смотрелось совершенно по-другому. Во-первых, кошлатость уберешь, пряжа уже все-таки за год немножко не та. И как-то это все украсишь. И очень часто мне спрашивали, это новая вещь? Да, говорила я со старыми дырками. Вот мне очень нравилось давать вторую жизнь вещам вот именно таким способом. Что касается распускать и вязать вторично, я этого не делаю давно. Раньше мы с мамой это очень сильно практиковали, когда пряжи было меньше, во времена они запамятные. Это было нормальное явление. Я не знаю, брата свитер распустить, да, мне какой-нибудь свитерок. Я поношу какую-нибудь детскую потом вещь кому-нибудь вроднее связать. Но с пряжей раньше было очень плохо. И у нас вот только была шерсть, полушерсть, там акрил хрустел. Сейчас такой акрил, что, вспоминаешь все времена, шерсть кололась. И другого было не дано. Сейчас вещи, ну я не знаю, выбрасываю, только если чем-то испорчены вещи. Я не помню, чтобы я вещи выбрасывала. Распускаю тоже очень редко. Дарю я вещи. И часто отдаю маме. Вот что она с ними с вещами делает. То распустит, правда, кстати, на носочки, то найдет кому чего. Пряжу вторично как... Да, пряжу вторично, не изделие. Вот именно как распускать, я это делаю крайне редко. Даже мы с мамой делаем редко. А вторую жизнь вещам вот даем путем каких-то модернизаций ее. Но это стало тоже реже, потому что... Потому что, наверное, вещей больше. Я не могу объяснить. Считаешь ли ты вязание необходимым под спорьем семье? Или это просто возможность получить вещь, отличную от других? Ну вот, наверное, до YouTube это была просто возможность получить вещь, отличную от других. А с тех пор, как я завела канал, я, у меня сын просто настоял. Это стало еще и под спорьем в семье, да. Когда-то было тоже крохотное... У меня был очень короткий период вязания на заказ. Это тоже было под спорьем в семье. Но я с этим делом не могу. Моя творческая натура не любит этого всего. До одного случая я о нем очень часто рассказывала, да. У меня на работе, у мамы давным-давно, женщины просто в очередь становились, чтобы я им что-то вязала. И я вязала, они были очень рады. Они платили мне какие-то деньги. Мама все улыбалась. Кто конфет, кто что. Ну под спорьем же. Это была студенткой. Еще училище, потом был вуз после этого. И вот до того момента, когда мне принесли вместо пряжи свитер махеровый, ношенный, рукодельница уже понимает, да, который должна была распустить и что-то связать путевое, я предупреждала или из этой лысой нитки в две ниточки свяжем что-то детское, или из этой нитки получится бредень. Вещь взрослую только они хотели. Бредень, который сейчас очень модно с топиками носить, тогда не понравился. А я не люблю, когда не нравится. Все, мне как-то это отвернуло на все годы. А сейчас умоляю, не умоляю. Нет, на продажу еще буду вязать, на заказ все, хватит. Но какое-то время был по споре в семье. Потом, конечно же, получить вещь отлично от других. Эксклюзив всегда ценился. А вот сейчас YouTube, это все-таки опять же, пусть у нас на рукодельном канале, получаем-то мы не очень много на рекламу, на этих вот YouTube-каналах, но тем не менее получаем. Поэтому, конечно, по споре в семье, это однозначно. Рукоделие в форме вязания – это творческое самовыражение или созидательное мастерство? Вот это да. Я считаю, одно другому не мешает. Здесь прям и не взаимоисключает. Я прям так отвечу, что это созидательное мастерство. Созидаю же? Созидаю. Вот, в котором я творчески самовыражаюсь. Это созидательное мастерство, которое дает мне творчески самовыразиться. И то, и то в одном флаконе, Тамар. Это вот, вот это, наверное, вопрос, я прям стопудово отвечаю. Дальше. Вышивка отошла в сторону вязания. А следующее что? Ну, у меня так всю жизнь. Это просто вот за период, наверное, YouTube-канала, мы это, видимо, наблюдаем, вышивка в стороне, вязание впереди. А так у меня по жизни, они вот, у них прям, вот, ты знаете, такой вот догонялки, какие-то обгонялки. Я думаю, опять же, придет период, когда вязание подождет, а вышивка станет на первое место. Я вот думала, чем я могу заниматься. Скрамбукинг? Не хочу. Мыловарение? Не хочу. Валяние? Восхищаться могу бесконечно, но так, чтобы заняться этим самой, даже в мыслях нет. В общем, дальше что? Дальше, скорее всего, вязание с вышивкой опять поменяется местами. Это не исключено. Но учитывая, как долго уже лидирует вязание, может быть, что-то и другое. А может быть, есть что-то... Я картины писать хотела. У меня нет к этому ни таланта, ничего. Но каждый раз, кто в Саранске живет, шедевр. Когда я иду отдавать вышивки свои, я оформляю их в шедевре в основном. И там, когда народ есть, а если бабушка с иконой сядет, это надолго, и чтобы подождать, я по этому шедевру брожу. Там картины наших художников. Ой, как-нибудь, если я попаду, я просто давно уже вышивки туда не ношу. Надо попросить будет снять. Я смотрю, ну как вот люди могут писать картины. В одну сторону пойдешь, готовые картины найдешь. Продаются они. В другую сторону пойдешь, холсты с красками найдешь. И вот я почему-то все чаще и чаще стала не картина готовая смотреть, а вот эти холсты, уже прямо подрамники. Я вот ничего не понимаю. Но прямо деревяшка по периметру, натянутый холстом. Он белый. Я даже не знаю, надо бы грунтовать. Или вот, пожалуйста. И я как-то на эти краски засматриваюсь, думаю, ну что, что я не могу писать. Какой-нибудь там, не знаю, красный квадрат как-то я с глазками нарисую, напишу, напишу. И вот как-то у меня была эта идея особо. Она меня захватила, когда Толик уехал в другой город. Но тем не менее, вот вязание все-таки превалировало. Все свое вот это вот я вылила вязание, нежели картины писать. Но кто знает, мысль от меня не покидает. Она меня тормозит, потому что я не умею писать. У меня нет к этому расположения. На другой стране душа хочет, да? Я не знаю, какое-нибудь там белое пятно нарисую. И четыре зеленых рожки с этого белого пятна. Это орхидея в вазе будет. Ведь как назовешь, правильно? Поэтому не исключено, что что-то из этой области, не исключено, что вязание будет впереди. А может быть то, о чем я еще просто не знаю. Вот не могу я сказать, что я ничем не займусь. Кто его знает? А так вот, чтобы там из известных макромыслов, ну ничего не хочу. Восхищаться буду, а не тянется абсолютно к этому. Моя душа. Ну, к чему-нибудь потянется. Пока вяжется в удовольствие, надо вязать. А дальше видно будет. Вязание захватило сильно. Ага. Потому что, а, увлекает сам процесс. Там несколько, значит, вязание захватило сильно, потому что увлекает сам процесс. Вариант ответов. Нет. Вот как раз есть люди процесса, а есть люди результата. Хочу сказать сразу, я человек результата. Наверное, с думками о результате, с видением этого результата, я и вяжу, у меня и процесс идет. Вот кому-то прямо, были какие-то у меня небольшие периоды, когда мне нравился сам процесс вязания. Да я его и сейчас люблю. Я же понимаю, без процесса не будет результата. Но все-таки, что я вяжу ради процесса. Вот на данный момент я сказать не могу. Был когда-то такое, но сейчас все-таки результат. Это факт. Врать не буду. Увлекает сам процесс. Он увлекает, но я все-таки вяжу ради результата. Этот вид рукоделия более успешен для ведения канала. Да. Да. Что Тамара есть, то есть. Я начинала ведь параллельно. У меня прямо пока сын снимал, я там и первые ролики и футболку кромсала, и вышивки показывала, и вязание как хобби вышел ролик. И очевидно, что ролик по вязанию, он опережает все остальные ролики. Поэтому этот вид рукоделия более успешен для ведения канала однозначно. Я не знаю, с чем это связано. Вязальщиц больше, чем вышивка. Или вязать быстрее, а люди хотят готовые результаты смотреть. Если бы вышивалки так и такие же были быстренькие. Но нет. У меня есть ролики с готовыми вышивками, и я не могу сказать, что там уж много. У меня и сын заметил этот процесс, и сказал, что более смотрибельно ролики про вязание. Но тем не менее, вот если бы сейчас канал, я не дай бог, конечно, пусть он у меня будет, канала не стало, и я не сказала, ну все, теперь можно и вышивать. Все равно ведь канала нет. Нет. Вот на данный период, здесь и сейчас, даже если бы не было канала, я бы вязала. У меня сейчас просто полный не вышивун, зато бум на вязание. Но то, что этот вид рукоделия более успешен для ведения канала, чем вышивка, да, это очевидно. Это да. Финансово выгоден, знак вопроса. Финансово выгоден. Ну, если сравнить, наверное, сколько я вышивок продала, сколько повезушек, наверное, финансово выгоден. Ну, по материалам, если брать сейчас и пряжа дорогая, и повезушки дорогие, тряпочку не подаришь, ее нужно оформить, а вышивка плюс оформление, ну я не знаю, как так тягаться, да, готовая оформленная вышивка или готовая связанная вещь. Видите, вышивка бывает разного размера и в разный багет оформленная. И вязание, вязанная вещь, бывает связана из пряжи подешевле, из пряжи подороже. Заняла больше времени, меньше времени. Я не знаю, вот с этой точки зрения я, наверное, не стала бы подходить. Не могу ответить, затрудняюсь. А вот с точки зрения, опять же, возвращаясь к напечатанному, этот вид рукоделия более успешен для ведения канала. А если канал более успешен, просмотров больше повезушек. А если просмотров больше, то и зарплата от YouTube больше. Вот с этой стороны финансовый выгоден. Здесь однозначно. Ролики о вязанию помогают, но YouTube зарабатывают мне больше, чем ролики по вышивке. Здесь бесспорно. Вот с этой точки зрения однозначно. Но все-таки вязание захватилось сильно, потому что... Не знаю. Вот опять скажу, что я люблю вязание. Опять увлекает сам процесс. Мне нравится носить вещи ручной работы. Вот все-таки на результат я. Вязаные вещи – это отличный подарок. Можно сказать, что и вышивки – отличный подарок. Здесь очень много «но», что ли. Подберем ли, в интерьер ли впишемся, то не то. Вот если взять мой круг окружения... Я никогда в жизни, кстати, не буду дарить людям, которые не ценят ручной труд. Так вот эти «свежи», «подари», «как я мечтаю вот об этом» – больше разговоров около повезушек. Такой же хочу, блин, как классно. Такой мечтала все время. Ой, блин, вот счастливый у тебя есть. Вот это все как-то больше около повезушек, нежели около вышивок. Не могу это объяснить. Поэтому, мне кажется, все-таки вязаные вещи – отличный подарок. Хотя вышивки тоже отличный подарок. Это, опять же, вот оно, творческое самовыражение, вязание. Ну, если, конечно, можешь вставлять схемы, и в вышивках можно выражаться. Если умеешь менять нитки. Я всегда как-то любила заменить что-то в наборе. Вот какую-то ерунду, но заменить, чтобы моя вышивка отличалась от вышивок, кто купит такой же процесс. Вот нахладывает волна вязания. И я ее объяснить не могу. Потом вот отходит и вышивка. У меня мама это замечала раньше, когда с пряжей было туго. Какие там наборы по вышивке. Так что-нибудь передадим друг по другу. У меня был все это периодом. Я думаю, сейчас у меня так же будет. Но то, что сейчас вязание на первом месте – это очевидно. Все-таки скорость, мне кажется, скорость выдавания на гора готовых вещей, в вязании она выше. И это стимулирует, это подстегивает. А уж потом вещичка эксклюзивна для себя ли? Или это подарок для кого-то? Или это что-то, что можно продать и финансово помочь семье? Вязание, наверное, все это в совокупности и приводит к тому, что вязание превалирует. Я просто не знаю. Но я с большим удовольствием сама сейчас смотрю ролики по вязанию. Вот покупки, да? Ведь сколько девочек показывают покупки с Мирвышевки и еще что-то. И мне не хочется смотреть. Я даже не знаю. А раньше какие новинки? А ну-ка, а ну-ка. Мне раньше так это захватывало. А вот пряжу посмотрю, причем посмотрю с удовольствием. Мне хочется какие-то магазины новые узнавать. Как у кого пряжа лежит, где лежит, какая еще что-то. Вот этот мирок меня сейчас тянет больше. И тянет однозначно. Но если я какой-то вид рукоделия еще освою или погружусь в него, я обязательно об этом расскажу. Мне бы хоть один процесс закончить. Это, мне кажется, будет первый год. А может и не будет. Когда за целый год нет ни одной вышивки. Это же кошмар. Вот просто не вышиву. Когда об этом говорили, я не представляла, что такое. Ну что-то так вот настолько. Это факт. Ну, кто знает, что будет завтра, да? Возьму за неделю все вышью. Не знаю. И даже, вы знаете, нет набора вышивки, которые я сейчас бы... Вот этот бы я повышевал. Нет. Мне ничего не хочется вышивать. Ничего. Как меня захлестывали иконы. Я ведь когда вышла одну икону, была такая радостная. Потом долгое время вот просто... Не знаю, денег дай в придачу. Я не вышью икону. Я не хочу. Потом прошло где-то около года. Меня опять так накрыла эта вышивка икон. Я забывала про все. Я вышивала одну икону за другой. Я их освещала. Я про них читала. Что и как. Опять же, вот сейчас не просто хоть иконы, хоть что. Ничего не хочу вышивать. Смотрю так вот на свои вышивки. Думаю, это я? Это я? А вот я не знаю сейчас, за сколько бы... Видно, не видно? Розы рануара мои. Я вообще не представляю, сколько мне сейчас надо заплатить, чтобы я вообще это взялась делать. Вот так будем все дальше капризничать. Нам не осталось только попрощаться, сказать огромное спасибо за вопросы. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут. Пока-пока!